Монахи, как я так понял, попрощались, они сказали, больше ничего дать не могут. Показывает, он выше нас всех. Он избранный. То есть они тоже свою миссию закончили, монахи? Все закончили. И он спускается откуда, в провизию. Там как бы одна дорожка. И она не широкая, просто... Тропинка? Да, тропинка, да. И куда он отправился? Вторая серия будет дальше. Мы прощаемся с ним. Отдохнуть пока нужно, да? Да, все, надо отдохнуть, уже покалывать, надо все проверить. Все, хорошо, отлично. И... Дружно сейчас, мозги забиты. Но некоторые слышат, и мы помогаем. Мы очищаем. Мы открываем каналы. И разговариваем через них. Много людей не понимают информацию вокруг них. Они не видят. Они слепы. Надо прозреть, увидеть, услышать. Прозреть, просить. Каждому просящему будет дано. Следующий вопрос. Да, каждому просящему. Но сейчас настолько... Очень стерлись к грани понимания добра и зла. Все находится в каком-то таком состоянии. Ну, большинство. Потерянности, что ли. И как будто бы мы начинаем бояться собственной тени уже. Придет и светлое время. Сейчас темное. Но переходит в светлое. Мы поможем найти путь правильный. Мы укажем. Времена сейчас такие. Скажите, а души... Мы знаем, что мы создание Творца. Есть такое понятие искра. Божья искра. Что это? Что есть Божья искра? Есть такое понимание. И в каждом есть Божья искра. У кого она ярче, у кого-то отсускнее. Это все в голове. Я вижу в середине прям. Искра. Это толчок. Она толкает всегда к свету. То есть, даже у самого такого загрязненного, темного человека. У каждого есть шанс. Все равно есть шанс. Всегда есть шанс. Покайтесь, просите. Вы будете услышаны, прощены. Как людям достичь такого состояния, чтобы двери рая открылись для них? Улыбается. Как не набирать вот эту черную энергию на Земле? Это невозможно. Все равно человек набирает темные энергии. Надо осознавать это. И не повторять ошибок. У каждого человека бывают ошибки. Но это натуральный человек. Это же Дитя Божье. И он любит всех. Прощает всем. Наше дело просить. Молиться. И делать добрые поступки. Когда человек вступает в тьму, мы не можем до него достучаться. Он выбирает путь сам. Никого не слушает. Идет по этому пути. У кого разгорается искра, он начинает понимать. Ему как щелчком по лбу. Что-то ты не то делаешь. И мы начинаем его направлять. Много способов. И мы постепенно, понемногу, человеку вытаскиваем из заблуждений, тьмы, указывая ему путь. Он проходит много испытаний, соблазнов. Но кто справится будет с нами, будет в раю. А здесь все очень хорошо. Стремитесь к этому. Мы поможем. Много есть ангелов, архангелов, помощников, наставников. Все удается. И все говорят, но не все воспринимают. Ангелы защищают вас. Трудные минуты. Прямо вижу, как крыльями раз человека. И все. Кто в свет идет, то светлый человек так раз и защищает. Да, правильно. Наставники учат, открывают каналы, общение. Но это только все по воле человека. Если человек не хочет, мы не вправе ему указывать. У каждого путь свой, выбор свой. Душа всегда светлая, идет к свету. Но мозг человека иногда толкает в обратную сторону. Очень часто бывает с болью мозга. Бывают темные, перехватывают, соблазняют, обещают много всего, а в итоге не выполняют. Оттого они и темные. У человека всегда есть воля выбора. Или налево пойти, или направо. Каждый выбирает сам. Тьма или свет. Прямо пополам вижу. Спрашивай. Насколько можно натренироваться, чтобы развивать себеспособность? Человек все может. Главное стремиться. Примерно до... Дитя Божье. Оно может развиться очень сильно. Главное – желание. Вера. Нет границ. Нет границ. Посмотрите на меня. Я тоже был дитя. И как развился. Да, мне помогли. но и мы другим помогаем. Но и мы другим помогаем. Осознайте. Просите. Мы поможем. И вы будете с нами. Идет такой человек без границ. Не надо себе рамки ставить границы. Человек может все. А вы ставите. Я это не могу. Я это не смогу. Это мне страшно. Надо говорить, я могу. Я хочу. Помогите. Научите. Ведите меня. Вот так надо просить. Да, благодарю. Клетки мозга. Мозг также можно развивать, тренировать, чтобы больше процентов работало? Можно. Конечно, можно. 15-20 процентов для человека – это не предел. Показывать 30-40 примерно может свободно человек развить. Но это очень тяжело. Но возможно. Но возможно. 40 стоит планкой. Больше нельзя. Больше нельзя. На нашей планете. Будет взрыв мозга. Салют. Поэтому, говорит, вам не вся информация. идет. Вам идет частичная информация. Да-да-да. Но крупинка за крупинкой вы соберете очень многое. Мозг ваш вырастет, и вы поймете, вы увидите. Еще раз, говорит, просите. Да, просить нужно. Все правильно. Мы ждем. Просите, да, брящите. Мы любим вас. Многие болеют у нас и просят подсказки. Можно ли самоизлечаться? И как это делать? Можно. Самоизлечаться? Организм, как биоробот. Мозг может его перепрограммировать. Даже вплоть до чтобы зубы выросли. Можно менять органы. Но к этому надо стремиться. Пытаться. Через какой механизм? Это что, мыслеформа? Мозг. Все через мозг. Мозг управляет всем. Абсолютно всем. И если научиться им управлять, вы можете вечно быть молодым. Но это пока не дано. Но человек может менять органы свои. Обновлять. Это возможно. Даже показывает мне, что конечности может растить. Вырастить? Да, это возможно. Ух ты. Какие ему уникальные создания. В человеке заложено все. Но закодировано. Если подобрать шифр, можно раскодировать частично. Что-то. Одно, второе, третье. Каждый отдел имеет свой код. Пытайтесь, пробуйте. Вам все доступно. Есть люди, которые уже кое-что открыли. Про зубы я слышал, про выращивают зубы. Есть. и есть такое. И конечности отращивают. Но это все умалчивается. Человек может все на планете. Но это надо понять и принять. говорит, человек всемогущий. Он искра Бога. А мы помогаем ему развиться. Кто на темной стороне, он не развивается. Он угасает. Кто на светлой, мы помогаем. и все время просить. Просить. Конечно, обращаться просить, призывать. Иисус, мы вас просим помогать нам. Всегда и всюду. Да, я с вами. Да. Вы очень сильный. Можете... Сейчас вы говорите, я дам вам подарок. Сейчас пока не знаю какой. Он вышел, и мне на грудь такое прям... Да, на вас прошло. Что-то такое, какое-то как... Не медаль, что-то такое раз, мне как... Что-то такое дает, а в середине как... Красный камень, что-ли, такой, какой-то как щит только мне повесил. И красный камень. А для чего это? Ух ты! А что это такое? Это ваш подарок, говорит. Спасибо. Сейчас спрошу для чего? Что? Для чего это, да? Угу. Он говорит, узнаешь. Скоро узнаешь. Не все сразу. Всему свое время, Шаг за шагом. Да, все благодарим его, да. Да, благодарим Бога, Создателя Отца нашего Небесного. Учитесь, учитесь, я с вами. Да, благодарим вам, да. И говорит, люди, я жду ваших обращений, просите, и мы будем помогать. А мы все записываем. Руки кверху, так и все, пошел. Да. Все, до свидания. До свидания, да. Такой интересный, такой веселый, пошел. Конечно, конечно, мы энергии поменялись. Иисус, благодарим за информацию. Такой, чуть ли не в припрыжечку такой. Ура, спасибо. Благодарю, Иисус. Благодарим Отца, Создателя. Серега, Серега, как же здорово. Что, ты отдыхать, Зайк? Зайк, все ужин, да, все надо. Так, давай, подпитывайся. Я пока на 30-м уровне. Все белый, он просто ушел. Да? Здесь я не пойму, у меня вокруг груди прям полностью такой, как щит какой-то с красным камнем. Это что-то сильное, что-то сильное. он весь в каком-то в орнаменте, какие-то узоры на нем. Это что-то очень сильное. Сергей, сейчас как бы энергии вроде хватает, вибрации как-то маловато. Почему она всегда падает, вибрации, я что-то пойму. Не знаю, чистота, колебания какие-то. Может быть. Но энергии он вообще не взял, наоборот, от него шла энергия. Да, да, от Иисуса всегда он дает всегда энергию, настолько сильный и мощный. Ну, 30-й уровень я стою, но спереди как вот, знаешь, как облако все загороженное. Он просто ушел туда, а я как вот на дорожке стою туда. и подожди, мой куратор появился, он тоже с 30-го уровня. Куратор, вы видели, что было? Вы видели наше общение? Да, молодец, обнимает, но я всегда, говорит, с тобой. Что это? Ты меня иногда не видишь, но я всегда с тобой. Я тебя веду, направляю. Показывать мне посохом, если, что я, говорю, тебя посохом, даже поправляешь, чтобы подошел. Чтобы направление правильное было. А что это за подарок такой? Что за щит с камнем красным? Сейчас. Он посохом вот так раз и он начинает светиться. Он прям полностью светится. Начинает крутиться. А для чего он крутится? Подожди. Ух ты. Он активировался. Угу. Интересно. Я не понимаю пока для чего он вообще. Сейчас. Ой. Он через меня прошел. Он стоит так же. Что-то через меня раз и он сзади такой же появился. Угу. Куратор. Нет, щит вот это. Не щит, а что-то, подарок вот этот. Ага. То есть он теперь еще и на спине. Ага. Для чего он нужен? Как это работает устройство? Вау. Он посох наступнул, что-то происходит. Подожди. Угу. Они крутятся. Что это такое? Для чего они крутятся? Энергия от них идет. Как стена такая уже спереди, сзади. Угу. Это может быть защита какая. Я тоже подумал, что это какая-то защита. Угу. То есть активировал и защита. Угу. А для чего? Ну, наверное, для чего-то нужна будет. Ну, для каких-то для стражений. Да. Все, мне пасохом в лоб так аккуратненько. Раз. Угу. Проверяем все свое. Заряжает как-то меня. Угу. Угу. Все, это все нормальная защита. Полная есть. Все синхронизируем. Он мне помог просто вибрации поднять. Угу. Угу. Они у меня поднимаются, потом почему-то падают. Он мне иногда посохом раз и держит. А тут сверху он мне просто помог. Угу. Ну, все, говорит, тебе пора молочиться. Молодчина. Удачи вам. Да, благодарим. Угу. И я сейчас прыгну. И возвращаешься, сам возвращаешься к телу. Что-то я долго лечу. Далеко залетил. А, я вот здесь стою. А-а-а. Вот здесь стою и с этими прикольными штуками. Для чего нужны, пока не понимаю. Защита. Защита. Сейчас я нырну в себя. От Иисуса. Все, я нырнул. А-а, молодец. Ой, ты мне столько слез пустил. Капец. Я не могу смотреть, как там кровь бежит, как прибивает. У меня же дыхание перехватывает. Ой. Я не могу говорить.